Вязание декоративной каймы. Количество петель в основании для вязания каймы должно быть кратно 10. И сейчас я покажу, как вяжется первый ряд. Вначале провязывается одна воздушная петля и далее будем вязать узор, который будет повторяться. Провязываем 3 воздушные петли 1 2 3, затем пропускаем 4 петли в основании 1 2 3 4 и в пятую петлю будем вязать 3 столбика с одним накидом. 1 2 и 3. Затем 2 воздушные петли и в ту же самую точку снова 3 столбика с одним накидом. 1 2 и 3. Затем 3 воздушные петли 1 2 3 и пропустив в основании 4 петли 1 2 3 4 в пятую вяжем столбик без накида. И далее вязание будет продолжаться 3 воздушные петли 1 2 3 пропустив 4 петли 1 2 3 4 в пятую провязываем 3 столбика с одним накидом. Я буду вязать уже быстрее 1 2 3, затем 2 воздушные петли в ту же самую точку опять 3 столбика с одним накидом. 1 2 3 и так до конца ряда 3 воздушные петли и пропустив 4 петли в основании самую последнюю в пятую вяжем столбик без накида. Далее вязание переворачиваем и вяжем следующий ряд. Этот ряд лучше вязать ниткой какого-то более яркого цвета. И провязываем в начале ряда 2 воздушные петли. Затем столбик с одним накидом в вершину первого столбика с одним накидом. Вот таким образом. И далее будем вязать пико из 2 воздушных петель. 2 воздушные петли. И затем плечок вдеваем под 2 петельки в основании воздушной цепочки. И провязываем соединительную петлю. Вот пико готово. И так повторяем еще 3 раза. Столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Пико. Еще так же следующую вершину столбика с одним накидом. И следующий столбик с накидом под воздушную цепочку. И опять пико из 2 воздушных петель. Теперь провязываем снова в ту же самую точку столбик с одним накидом и пико из 2 воздушных петель. И еще 3 раза повторяем. 3 столбика с одним накидом. И после столбика пико. Еще раз столбик с одним накидом. Пико. И еще раз столбик с одним накидом. Вот таким образом мы обвязали этот элемент. Далее 2 воздушные петли. И столбик без накида вот в эту точку. И так продолжаем вязать до конца ряда. Узор будет повторяться. Если эту кайму вязать из ниток разного цвета, то она будет очень интересно выглядеть. На сегодня я прощаюсь. Если вам был полезен этот урок, поделитесь радостью с друзьями. Ставьте лайки, оформляйте подписку. Потому что впереди будет много классного материала.